друзья рад сегодня этой возможности обратиться к вам знаю сложное время знаю тяжелое время на связи в молитве потому что я верю что мы как церковь мы тоже вносим свою лепту в тот момент когда кризисная ситуация в стране и мы молимся мы бодрствуем мы не опускаем руки а мы возвышаем свои голоса к небесам поэтому те кто сегодня стоит пусть бог вас укрепит я знаю что время сложное и каждый реагирует на это время по-своему кто-то наоборот может падает в уныние и может оскудевает вера но я верю что бог в силе восстановить и каждого поднять на тот уровень на котором бог сегодня желает видеть вижу в утренней гордости ручки которые появляются и для меня это как свидетельство того что мы стоим поэтому пусть бог нас укрепит и сегодня тоже хочу поразмышлять немножко над словом божьим по размышлять по размышлять буквально несколько минут пусть это будет знаете как ободрение для вас то что мы люди которые следуем сегодня за христом подобные тем кто и шли за ним в лице апостолов мы точно такие же люди мы временами наполнены своими какими-то планами можем быть амбициями и эмоциями своими какими-то желаниями но я знаю что бог в каждом из нас видит того кого он желает увидеть и он к этому ведет вот так больше наверно правильнее будут звучать он все равно каждого из нас преображает тех кто открыты для него и вот одно место списания этого англитяна 13 глава 36 стих куда я иду ты не можешь теперь за мной идти а после пойдешь за мной знаете это общение которое было у учеников с иисусом и один из учеников это пётр когда если сказал что он должен идти в войти в свою миссию свое служение то ради чего был на на земле мы знаем что он пришел на землю для того чтобы умереть и воскреснуть это то это событие которое оборачивается большим благословением сегодня обернулось был большим благословением сегодня для нас и естественно петр он горячий он горит я пойду за тобой я пойду вместе с тобой тоже и иисус горит не то силу сейчас ты не пойдешь но время придет когда ты пойдешь знаете как то так звучит если со стороны смотреть на это на это общение можно может было складывалось свое какое-то мнение но слава богу за то что у нас есть возможность исследовать слово божье и мы уже что-то для себя можем получать есть одно время когда у них происходит общение а есть другое время когда уже пётр идет и делает то что бог от него ожидает чему я веду есть ему свое время временами мы нам кажется что мы готовы к чему то то что бог имеет для нас у нас уже есть какой-то опыт у нас есть уже какое-то снаряжение уже есть какая-то мера помазания которая проявлялась через нас в исцелении в освобождении в проповеди слова и это кажется я готов я уже готов делать то что я должен сделать но как иисус сказал петру еще не время сегодня ты не пойдешь туда где я но время придет когда ты пойдешь почему потому что прошел промежуток времени и в этот промежуток времени то что произошло с петром он отрекся от христа он пережил сокрушение внутри себя то что он пережил вот это внутреннее опустошение внутри себя вот пережил это внутреннее опустошение внутри себя и вот это как раз был тот момент который петру необходимо было пройти для чего для того чтобы в дальнейшем следуя за христом если или или даже, может, он мог войти в то призвание, в ту миссию, которую Бог имел для него. А мы знаем, что Бог имел для него, потому что у нас есть книгодеяние. Мы знаем, что он был старшим пастырем, и он был первый тот, кто провозгласил слово, пророчество о сошествии Духа Святого, и Бог его мощным образом использовал. Но это было потом. Но был момент его опустошения. Вот точно так же сегодня я вижу в большинстве жизни искренних верующих людей момент опустошения. А момент опустошения. Были готовы что-то делать, жертвовали, служили, делали, и видели в этом сенс, видели в этом благословение. Но есть момент, этап в жизни каждого из нас неотъемлемый. Момент, я называю, момент опустошения. Когда ты уже не полагаешься на то, что ты сделал, а очень часто перед твоими глазами всплывает то, что ты наделал. Вот как Петр, то, что он сделал, он отрекся. Наверное, самое худшее, что могло быть, и сегодня, это отказаться от Иисуса Христа. Но в этом был тоже план Божий. Почему? Потому что Иисус сказал об этом. Петух три раза не пропоет, когда ты отречешься от меня. Он, знаете, как пророк в этот момент смотрел. Он не говорил, хорошо, я помолюсь, я сейчас скажу, и этого с тобой не произойдет. Он сказал, что это произойдет. Многие из нас мы пытались бы менять направление реки, для того, чтобы она текла так, как она должна была течь. Или еще что-то сделать, чтобы получилось так, как мне бы в этом хотелось. Иисус видел и знал Петра, он видел намного дальше. Но он видел, что этот этап в его жизни, он будет, он произойдет. Почему? Потому что он его опустошит. Он выведет его в ноль. И кажется, а неужели это Божья работа? Неужели Бог и в нашей жизни стремится для того, чтобы привести нас в ноль? Да, это Божья работа. Сегодня я смотрю на Слово Божие и я вижу, что Бог очень часто, многие из нас приводят в состояние того, что уже тебе нисколько там репутации, или ты уже нисколько можешь положиться на какие-то старые плоды, которые были принесены благодаря Господу тобой в Царство Божие, которое чем-то это могло послужить. Приходишь в ноль, я никто. И это момент, это момент. Не отказаться, а наоборот, быть в своем сердце направленным на Христа. Почему? Потому что есть обновление, есть обновление в Боге. И я верю, что сегодня для многих искренних верующих людей, служителей будет обновление в Боге. Сегодня много потрясений. Потрясений для чего? Для того, чтобы сокрушить, привести многих к способности принять от Бога новое и следовать тем путем, который Бог имеет для каждого из нас. Вот как Христос говорит, ты не пойдешь. Почему? Потому что Иисус понимал, Петр не готов еще пройти свой крестный путь. У него была своя жизнь, у него был свой успех, который он переживал, но крестный путь он должен был быть. И у Петра крестный путь, знаете, как опустошение, потому что когда мы смотрим на крест Иисуса, мы видим креста, он полностью разрушен, он полностью душевно разрушен, он полностью обнаженный, он обнаженный, переживает стыд, переживает позор, но тем не менее это то, через что он должен был пройти, чтобы получить благословение. Точно так же сегодня и для многих из нас, кто следует за Христом, момент, возможно, даже позора, возможно, даже унижения, возможно, еще чего-то потеря. По одной только причине есть тот крестный путь, который мы сегодня должны пройти для того, чтобы получить то обновление, которое Бог имеет. Поэтому я могу сказать, духом веры для многих это только начало. Для кого-то это будет конец, но для кого-то это будет новым началом. Поэтому держитесь за Христа, стойте. Есть сегодня тот Бог, который будет приносить ободрение, и будет приносить обновление для того, чтобы церковь Христова ишла дальше. Дальше. Бог никого не вычеркивает, Бог никого не аннулирует. Пока вы стоите на этой земле, есть то великое, которое Бог имеет для вас. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом дне, пусть каждое сердце, оно сегодня ободрится, и пусть Бог будет прославлен. Есть то, что Бог имеет. Несмотря сегодня на ракетные обстрелы, несмотря, может, сегодня на те шахиды, которые летают, нету света, может, кто-то сегодня в эмиграции и тоже все потерял, все абсолютно, жизнь обнулилась. Дорогие, это Божье время. Для кого-то сегодня это тоже этот крестный путь, который нам надо пройти для того, чтобы Бог использовал в это время каждого из нас в том, в той роли и в том, в чем Он желает нас использовать. Благословения вам! Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok